В ноябре начались обсуждения, то есть то, что будет обсуждаться, вопрос, что мы, по-моему, все туда прямо обсуждали еще до сессии на комитетах, что целенаправленно, по-моему, это очевидно было, именно на приборы учета. Плюс хотели, кто упоминал, что хотели вложить еще отдельно сумму, то есть назначить целевое определение на очагуару, от нее отказались, так как говорили, спланировали средствами инвестпрограммы, так скажем. А, по-моему, это очевидный ответ на ваш вопрос, не только на счетчике, естественно, вопрос в другом, если бы не было 100 миллионов выделенных на счетчике, как бы вы решали, наверное, механизмы внутренние решения, подождите, подождите, внутренние механизмы и резервы на решение аварийных ситуаций, насколько я понимаю, в такой организации всегда есть. Второй момент, впервые выделили такую сумму, я не помню, когда в бюджете целенаправленно на нужды энергетики выделяли такую сумму. Вы нам говорите, что прошло в этот, и к вам вопрос, это к ним тогда вопрос. 31 марта сессия закончилась по бюджету, принять бюджет, я уже ладно, откинем всю весну и зиму, когда это все обсуждалось, и можно было предположить, что этот вопрос станет. С 31 марта это не к нам вопрос, к вам вопрос, где система, где план действий, почему вы нас сегодня, нет, я как депутат вам отвечаю за себя, нет, я категорически против, чтобы эти суммы тратились на другое, помимо счетчиков. И больше вам скажу, я бы при планировании следующего бюджета пришел бы в бюджетный комитет, и, наверное, так и сделаю при всех, говорю, уверен, многие, если не все поделят, что еще раз выделить сумму, чтобы мы были системно подходили к решению ваших же проблем, вот наша помощь, ребята. Но мы в ответ пока не видим действий на эту полную. Вы говорите про то, что в бюджет такие суммы никогда не закладывались, 9, 10, 11, 12 год, закладывались такие суммы, и еще 100-200 миллионов тех, когда доллар был 30, как сегодня почтилось. Это первое. Поэтому то, что было сделано, оно было сделано тогда, оно и работает, на этом мы и работаем. Та подстанция, которая вышла из строя, а чуть-чуть, допустим, она еще была в нашем списке так нормальная, хорошо работающая. Но случилось, что случилось. Это первое. Второе. Что касается работы по счетчикам. Во-первых, мы вели переговоры, я уже рассказывал в прошлый раз, когда был ни с одной компанией, приходим, с кем-то договариваешься, с кем-то нет, используем разные системы, у нас лежит на подписании договор, который, скажу честно, нам помогает, что за 100 рублей мы пытаемся выкрутить руки поставщику, чтобы он там дал по 50. Потому что больше всего это интересованы мы, чтобы вести ту лицену, чтобы больше этих приборов провести, установить и выбить для Абхазии наилучшие условия. Где-то это не получается, где-то получается. Что касается апреля, марта месяца, то, на данный момент я в прошлый раз тоже рассказывал, мы достигли соглашения с одной из компаний, начинаем, я рассказываю, тысячу штук привозим, начинаем ставить. Вроде бы нашли общий язык с ними, пацаны, как бы переговорный процесс идет. Работа идет, работа, чтобы она сняла, такого нет. То системное ядро, все эти счетчики, которые вот с этим не дошли, непосредственно его работа, его отдел, поверьте, работает день и ночь. Есть, правило, другая ситуация. В его отделе с 5 человек, двое физически работают, трое на коронавирусе. Такое тоже бывает, к сожалению, в работе, это притормаживает нас. Скажу, что у нас все идеально, мы такие хорошие, хорошие, пионы кушистые. Неправда будет. Есть свои проблемы, есть свои сложности. Где-то что-то упускаем, да, однозначно. Но сказать, что компания ничего не делает и люди не работают, тоже не совсем это. Мы по мере своих сил, что мы делаем, что мы можем, то и делаем. Значит, что касается по счетчикам, дорожу до вашего сведения, что вы знаете, компания «Матрица», которая еще в десятых годах начинала поставлять, мы с ней достигли соглашения, у нас остался договор, где мы должны условия в целом, мы согласовали и по оплате, и по фуллугу тестового бесплатного режима работы. Все это мы согласовали. Единственное, возникают сложности какого характера. Почему я говорю, что то, что вы заложили на счетчике, оно необходимо. При росте отъема счетчиков всего этого рынка нам, соответственно, необходимо. Будут программы, средства, мощности и силы для обработки всего этого. Потому что сегодня у нас порой человек сидит и в компьютере пишет в Excel, отключает и включает. Для того, чтобы все это пришло. С 31 марта, когда все вам дали полномочия тратить эти деньги, сделали? Мы отправили письмо в Министерство финансового города, просили, чтобы эти средства выделили еще в месяц. Какие-то назад? Вы решили, что с нефима, может, как мы начали не делали. Нефима, нефима. Пять месяцев, сейчас восьмой месяц, наш, третий. Восьмой месяц. К нам почему вы пришли с вопросом? Идите в Воли Делго, с ним разговаривайте.